вы смотрите программу инцидент и мы там где не все спокойно начинаем выпуск дилемма организации близнецов или как не допустить исчезновение единственной организации в калмыки занимающейся лесохозяйственной деятельностью когда ты еще до распада ссср на территории калмыкии действовало 11 лесных хозяйств и все работали исправно с момента смены власти они начали банкротиться один за другим и всего осталось лишь шесть организаций уже обросших долгами для упрощения их деятельности правительством рк в 2007 году было принято решение соединить шесть организаций в одну но ведь долги никуда не денешь последнее время отношение правительства к калам лесу сфокусировалась на том чтобы помочь по вразделению минприроды калам лес преодолеть ту кризисную ситуацию которым она оказалась дело в том что в конце прошлого года я принял эту должность 28 октября в ноябре вдруг с удивлением узнал что калам лес пользуется оказывается по договору безвозмездного использования имуществом и техникой губ эллистинский лесхоз эллистинский лесхоз настоящий момент и в тот момент оказался практически бездействующим предприятием больше года не сдавалась никакая отчетность никуда в штате не было ни одного человека даже сторожа соответственно налоговая была вынуждена согласно установленного законодательства подать на банкротство эллистинского лесхоза но дело в том что на балансе эллистинского лесхоза стоит большое количество недвижимого имущества а также техники которым пользуется калам лес если сейчас судебное разбирательство да если процедура банкротства запустится то по сути калам лес последнее предприятие в республике которое занимается лесовосстановлением лесопосадками в том числе реализация национального проекта по лесовосстановлению она лишится средств производства и поэтому эту ситуацию ни в коем случае допустить нельзя эта задача решается правительством республики частности моим министерством на данный момент за имением эллистинского лесхоза числится здание оборудование машины но что удивительно ни одного рабочего человека кроме недавно выдвинутого на эту должность руководителя санала алтынова но стоит сказать что этот осуществляет свои рабочие обязанности безвозмездно новое руководство министерства природных ресурсов пригласила меня для того чтобы произвести инвентаризацию и принять технику посмотреть все движимое и недвижимое общество которое находится в ведении гупырка альстинский лесхоз приняв обязанности я понял что на данный момент состояние очень плачевная никто не состоял штате примерно год и я получается первый сотрудник единственный момент который выполняет все обязанности по совместно с автономным управлением калм лес сейчас совершаю инвентаризацию всего оборудования сделали запрос министерство земельных отношений в гибдд калмыки министерство сельского хозяйства также ростехнадзор получили ответы что отсутствует часть техники часть имущества будем сейчас производим полностью инвентаризацию и все остальное что мы я думаю не сможем найти будет уже этим заниматься правоохранительные органы и приводить искать и передавать уже назад на наш на наш баланс надеемся что процедура банкротства с нашим с нашей организации глупырка лесхоз не произойдет и все будет хорошо в одной есть люди но нет ни оборудования ни машин не здание это калм лес а в другой есть все перечисленное кроме кадров это губ элистинский лесхоз на данный момент калм лес безвозмездно располагает имущество элистинского лесхоза и это оправданно ведь калм лес подведомственное учреждение министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды занимающийся лесовосстановлением и лесопосадками на территории республики а также пожаротушением вот приступив к обязанностями директора столкнулся с такой проблемой что практически калм лес у калм леса отсутствует материально-техническая база больше большей части она находится в ведении элистинского лесхоза совместно с директором элистинского лесхоза сейчас проводится проверка передачи это имущество нам безвозмездное пользование по предварительным подсчетам из 46 единиц техники и оборудования в наличии имеется где-то 23 24 вся все остальное техника неизвестно из 12 единиц техники которые стоят на учете якобы в элистинском лесхозе только две единицы техники мы нашли это него и у вас а остальные 10 единиц неизвестно где они стоят на учете в гибдд но по факту их нет нигде такая же ситуация состоит и с тракторами с прицепными орудиями сейлками культиваторами то же самое картины в общем хочется сказать нельзя допустить банкротства элистинского лесхоза так как пострадает единственно действующая организация в республике которая занимается лесовозведениями лесовосстановлением а банкротит элистинский лесхоз можно сказать что калм лес тоже пострадает полностью исчезнет как предприятие потому что практически большая часть техники оборудования зданий находится в ведении листинского лесхоза мы останемся без средств работы под угрозой срыва окажется выполнение национальных проектов экология в данном числе в данный момент на нашем предприятии создается лесопожарная станция третьего типа мы также занимаемся лесопожарной деятельностью мы тушим пожары на своей лесной территории лесного фонда этим занимается тоже калм лес не только лесовозведением охрана и пожарные все пожарные мероприятия создание минполос и вот в этом году мы создаем вот это лпс третьего типа имеется в 19 году благодаря главе региона к нам поступила новая лесопожарная техника и сейчас мы открываем вот это лпс третьего типа все в стадии развития если мы лишимся этих зданий практически где на улице его создавать в этих боксах должны стоять лесопатрульные автомобили трактора все это должно быть готово к пожароопасному периоду ну с новой техникой работу ему уже второй год девятнадцатом году начала техника приходить автопарк обновляться с этой техникой с новой техникой естественно работать намного лучше ну до этого автопарк был старый самое последнее приобретение по моему если 2012 год трактор был 2012 года но основная масса это порядка 30 лет трактором также по навесному оборудованию в принципе у нас как такого своего навесного оборудования нету оборудование все листинского лесхоза в данный момент мы своими силами так сказать воспроизводим по образцу сажалки это очень старого типа из лч-1 своими силами останавливаем с производим это навесное оборудование которым дальнейшем будем проводить весеннюю-осеннюю посадку мы делаем само оборудование с нуля просто из черного металла из черного метода своими силами банкротство элистинского лесхоза ни в коем разе не входит в интересы нашей республики ведь если позволить утопить лесхоз окончательно в долгах то мы лишимся калм леса единственной организации занимающейся озеленением без того высыхающей степи оборудование оборудование